на ремонте вот такой телефон sony xperia я уже отковырял у него заднюю крышку и открутил здесь пластиковую крышечку еще одно чтобы добраться до разъема аккумулятора значит проблема в том часто проблема была уже я решил и решил с вами поделиться потому что очень частая проблема когда телефон вообще не включается вообще вообще никаких признаков жизни включаете под зарядку не показывает что но бывает так что вообще не показывает что заряжается а бывает какая-то картинка выпрыгивает о том что типа подключен подключено зарядное устройство а все равно не видно что увеличивается процент заряда то есть аккумулятор на себя не берет это чаще всего происходит потому что срабатывает автоматика и не позволяет заряжать аккумулятор автоматика зарядки аккумулятора или телефона или внутренне телефона когда опускается напряжение ниже предельно допустимо вот здесь допустим до 3,2 вольта было он уже все не позволяет заряжать это критический разряд если бы было допустим 3,5 он бы еще заряжал а 3,2 он все отрубает и не позволяет заряжать что необходимо сделать необходимо просто физически отдельно зарядить аккумулятор аккумуляторы бывают разные на разных телефонах они разные вот есть вот такие аккумуляторы от старых телефонов есть вот такие много вариантов нужно показать какие бывают где-то вот такие для таких телефонов аккумулятора без разницы какой аккумулятор но суть в чем что нужно определить где у него плюс-минус или если вы пользуетесь обыкновенным блоком питания зарядным но я пользуюсь вот таким так называемая лягушка зарядная она сама у нее здесь она сама определяет плюс-минус и вне зависимости как вы подключите тут вот допустим у разных аккумуляторов разное расстояние между контактами подвигаете как вам там нужно включил а он сам если сам определяет где плюс-минус и ну хотя здесь в принципе написано но вам не обязательно вот так подключать можете так главное здесь в этом аккумуляторе крайне тут плюс она на краю минус смотрите вот в этом аккумуляторе с краю минус в середине плюс а здесь наоборот с краю плюс середине я уже определил но этому и без разницы он все равно его зарядит и после того как он зарядит аккумулятор подключаете и все работает так же как здесь получилось как его подключить ну я например пользуюсь разными иногда проводки сюда подсоединяю если вот такой аккумулятор то удобно его можно снять а здесь он снизу проклеен но не вырвать начинаешь вырывать можно повредить аккумулятор согнуть и все он тогда работать не будет ну вот допустим у меня есть такой провод с крокодильчиками здесь я вот так вот зацепил 1 2 на аккумулятор вот такие крокодильчики они удобные здесь есть такой клык и отогнул разъем нужно померить конечно тут нет надписи тестером меряйте меряйте его напряжение если действительно низкая с одной стороны поставил два крайних контакта это плюс-минус только надо определить какой из них но это если вы пользуетесь обыкновенным блоком питания допустим у вас нет такого допустим нет но такое в принципе продается но допустим у вас нет есть такая коробка и там мульон разных валяется блоков питания достаете какой-нибудь блок питания от старого старого телефона отрезаете разъем и вот у вас есть плюс минус не только нужно определить где минус потому что не всегда красный плюс вот здесь допустим такая ситуация в проводе я даже отметил красный это минус померил можно перепутать красный это минус хотя это нелогично но вот факт есть факт белый это плюс и тоже можете напрямую подсоединить но если вы подсоединяете вот такой блок питания нужно контролировать чтобы здесь напряжение постоянно мерять чтобы оно не превысило 4,2 вольта а если вот такой то он сам контролирует вы оставили и пошли и он выше 4,2 не зарядит это очень важно очень важно выйдет из строя если начнут перезаряжать даже 4,3 вольта выйти из строя хотя вот на этом аккумуляторе написано что он 4,35 вольта это то есть ему позволительно чуть больше но 4,4 для этого аккумулятора уже не достать нельзя а для этого нельзя 4,3 тут вообще написано 4,2 ну скорее всего 4,2 ничего не написано ничего не тут ну среднее написано 3,7 но выше 4,2 нельзя ну в общем то я так и поступил зарядил подсоединил и все и теперь все включается хорошо держит просто так бывает что вы разрядили телефон забыли его допустим это второй ваш телефон оставили он там неделю лежал напряжение опустилась ниже предельно допустимо и все он даже не берет зарядку ну собственно это все уже работает я сейчас собираю единственное что при открывании нужно для этого телефона применять силу он еще немножко подклеен поэтому откручивается но снимается крышка нелегко с разных сторон оттягивать нужно было от клея а так рабочий уже я зарядил до 100 процентов и он уже четыре дня стоит а так спи а так